всем привет друзья с вами грегор и это 33 выпуск сона проекта город майнкрафте в этом выпуске я решил на время решил сменить тексту поскольку у меня в городе в челябинске выпал первый снег друзья в общем вы буду здесь в смысле на чего и так сменил текстуру кстати это не мозг какой-то на текстуру текстуру называется winter крафт зимний зимний текстуру парк майнкрафт заменяет земли соответствием покровнее трава и некоторые боги также именина вас основной то блоки то есть листьев то есть будет листьев травы и там парник и цветов изменить там 8 изменился таками друзья такого попался ну что сегодня это граждан проект то есть это такое здание где проводить где создают создаются ну не знаете что состоит но разрабатывать различные серии типы из домов там для города и так далее в принципе такой офис офис который баскет граждан проект дашь табличка дашь табличка дашь табличка дашь табличка дашь табличка в общем вот такие вот у нас вот кабинет компьютер у нас зон стоит валк полтер сидит здесь мы на критикале тут самое нужно сервера то есть сервера для сайта проекта то есть вести по работе на сервера чтобы работала сайт с каждого проекта тоже перед сервера тут архив такой вот еще один кабинет такой вот проходится пристать различная презентация то есть разработка серии новой серии живого дома кстати кстати да друзья делать забыл сделать доску но сделать вот я нашел вот зверные флажки вот бывали даже еще кабинет это кожа поменьше кабинет если что все одинаково так что особо за цикл своему и не тут во всех этажах кабинет все одинаково крыша сама по себе голодок следующий обновление которого сейчас видите на своих экранах это вот там вольный депо номер один расположена на перегрузке комендантского проспекта и улицы ворошила кстати вот это вот улица тоже из-за на пабличка то есть комендантский проспект дом 40 муниципальная ульчали митарное предприятие а я сам городранс то есть обсуд компания обслуживающие общественный транспорт в городе трамвайный депо номер один у нас рельсы куда заезжать рамку заезда трамвай в депо как выгоды по снаружи тут наконец различные материал для ремонта и покраски вагонов так далее тут у нас вот но в принципе ремонтирует аромат краситесь чистят их дальше вот даже у нас идет разворот есть есть место для от для того чтобы поставить аромат из отстойник и все даже есть такой вот что такое административное здание то есть управление так потом управление муниципального учреждения друзья если предприятий то есть агт то есть агт расшифроваться как айсатовский городской транспорт или же айсатовский городранс тут у нас на отсюда уже подробно назвать то есть муклая статус какой-то тут у нас сидят работники вот эту мупа кстати также можно оформить специально транспортную карту то есть что можно было ехать бесплатно заходит какой-то кабинет у нас у меня есть выдача можно пополнить или получить транспортную карту если вы пришли в привлезу оформить я себе буду на сидушке то есть посидеть дальше снова кабинет и лестница то есть всего их там четыре этажа есть не ошибаюсь до 4 и в принципе вот так выглядит депо сверху будут собой здание пистолети в тут он смеется так вот лагу от сторону трамвай супер на депо то есть вот то есть этого дня теперь в айсатовский будет ездить и не только стандартный маршруту трамвая но все спиццы до трамвайного депо предыдущие друзья в тоже в принципе только как не тем не менее интересно друзья все дело в том что я планировал построить трамвайный депо на щербаковской улице но но я решил все-таки поставить ее на комендантском проспекту чтобы сделать еще другую улицу казалось бы на это у меня пока что все но есть есть один одна деталь который хотел вам показать но не забыл это в основном в университете а да да вот и следующее обновление это военкомат первые в айсатовский есть военкомат название остановки осталось при остановочного пункта автобусов стал запрещен то есть библиотека название не менялась военный комиссариат плономаревского района города айсадовской то есть этом у нас морская это у нас будет ни один военкомат то есть еще будет несколько таких это пока что для одного района но будет будет еще один то есть будет еще один венкомат у нас такой коридор сиденье где можно посидеть кабинет и то есть в принципе мы заходим в какой-то кабинет который указан в повестке из военкомата из мы проходим это и собеседование с начальником обследования медицинской так далее виниться одинаково тут у нас медит кабинет где у нас проходят медобследование вот начальника военкомата туда сиденье где место где начальник сидит работает сидушки и книжные полки на втором этаже или втором так тут всего два этажа втором тоже то же самое тут у нас да уже кстати да тут тоже еще один вот есть два местами от пункта то есть медицинской кабинета военкомате а всего их приблизительно около 13 кабинетов и есть выход а теперь нужно начинать и мне друзья вот подлетаем кстати да вот хотелось насчет технику я сделал небольшого из меня то есть добавил один из ян остался здесь когда редакции в общем я добавил то есть я заметил в том что сделал технику и не хватает кабинетов то есть типа кабинет директор зал учиты и так далее так вот я решил мускать немного из много изменить друзья много то есть я немного расширил площади то есть добавил кабинет и так далее кабинет раз прогресса вот здесь тут у нас такой корректор сиденье где можно усидеть и дальше у нас медпункт вот и дальше у нас какой-то кабинет у нас личные полки сиденье сиденье и стол тут у нас такие вот крыши хорошо видно школу прокуратуру живые дома ты сейчас сектор военкомат газин аккорд из автосона да на втором этаже на втором этаже у нас физки все тоже за нас директор колледжа интерьер остался тот же самый таблички настолько таблички отличается а тут табличек нет просто интерьер интерьер остался тот же самый принципе вот на этом у меня пока что все понравилось или нет решать вам с вами был грекарь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки свои идеи идея для строительства в майнкрафте а я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем встреч до новых роликов всем пока